она горит тридцатрой кстати на я говорю если в геттер хотя бы 32 тут уже чё там не рестайл и там рестайли только фары изменить я уже говорю хочу на море на шашлыки леску куда угодно не это все будем совмещать получается ну что друзья всем привет с вами по-прежнему никита компания сферокар зима потихонечку отступает и это не может не радовать чувствуется уже весна чувствуются лучики тепла пряники добра и тройски бобра поэтому сегодня мы решили не работать решили отправиться на небольшой пикничок поедем на природу в лесочек возможно к морю если доберемся а поможет нам это сделать вот такой вот чудесный кроссовер nissan x-trail полноприводный в тридцать втором кузове обновленная рестайловая версия заодно протестируем тачку поговорим о том почему ее выбирают а на секундочку это самый популярный японский кроссовер в россии заодно посмотрим на ее проходимости этого не миновать сегодня я вас уверяю но прежде всего заедем гараж и возьмем все самое необходимое пикачу-чу-чу-чу-чу-чу я выбираю тебя ну что друзья сейчас быстренько закинем все самое необходимое по стаффу пойдем покажу что у нас есть кстати это эрчик мой ждет своего времени сейчас уже потеплело скоро скоро выкатимся так значит что мы возьмем во первых спальные мешки это сто процентов и вряд ли вы будете спать один это мой любимый стол насос гидрокостюм мало ли за гребешочком пырять припрет а вот это моя самая самая нелюбимая вещь во всех трипах это самый надувающийся матрас палатку для друзей должна быть еще та вещь которую мы обязательно возьмем с собой но никогда не используем это сап я забыл зонт друзья как же без зонта и пожалуй тент на всякий случай если вдруг кухня кстати кухня вот она тоже ее возьмем мы же не вот эти вот бескультурные ребята стол тоже надо как вытереть сюда непонятно вот пойдем грузить такс 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 вот кстати говоря в рестайлинге придумали еще опцию открывания багажника ногой у нас просто такой опции нету так начинаем забивать здесь кстати уже лежит наше съемочное барахло по емкости багажника здесь предостаточно это еще мы планируем поездку на пятерых человек поэтому если бы ехали вдвоем мы могли бы опустить спинки сидушек еще лодку взять туда пока едем расскажу вам о новшествах которые с рестайлом появились у нас в салоне во-первых это руль такой же как на и power это геттеровский руль ну вроде прикольная штука но честно говоря уже но реально улыбает nissan решили этот руль везде то ли идти в сирену и в x-trail не знаю чем он удобный серёга кстати сказал что намного удобнее с этим рулем но вот мне когда разворачиваешься так вот где-то на маленьких площадках тут получается по эллипсу у вас рука идет вот но прикольно новшество новшества изменилось качество отделки салона пластик стал помягче это кстати говоря важный нюанс потому что в доресте очень многие жаловались на качество материал салона все якобы зимой гремит у них хотя не знаю я ездил ничего не гремело по дизайну тоже она стала немножко поселеве чуть-чуть изменились формы в целом по салон остается тот же старый добрый x-trail а тут лучше всего подходит фраза на вкус и цвет товарищей нет поэтому я так скажу что визуально мне салон очень нравится все удобно все в доступе все стилевенько вот эти функции режимы переключения помощи при спуске подъеме выбор работы трансмиссии да на каком приводе машина идет блокировка полного привода все удобно расположено все есть всего более чем достаточно от полноценного городского кроссовера интересный факт улучшили шумоизоляцию отдельных элементов и в базовой версии имеется ввиду в том состоянии в котором машина выходит с конвейера установили менее шумную резину подпишут японцы по ощущениям скажу может быть это само внушение но да получше шумки получше потому что даже если сравнивать с тем же самым фориком наверное в экстреле было намного шумнее не могу не отметить систему про пилот которая на самом деле представляет собой адаптивный круиз-контроль в ниссановской версии про пайлот называется эта система пилотирует ваш автомобиль в пределах одной полосы сама притормаживает перед препятствиями разгоняется если препятствия отдаляется и естественно может включить систему экстренного торможения если увидит что вы куда-то дуба сити на полном ходу в стену проверять не будем но говорят работают закончился у нас асфальт наконец-то началась старая добрая грунтовочка пока что лайтовенькая но могу сразу сказать что действительно ощущается разница по шумоизоляции относительно до ареста относительно даже форика я бы сказал что тачка намного комфортно и двести пять миллиметров клин и друзья как был так и остался и это довольно таки немало вот самый крутой у нас в этом плане кто среди кроссоверов конечно же форик но мы немножко застряли я бы не сказал что это критично на самом деле просто просто тачка буксует ее немножко сносит мы переживаем чтобы не сесть на бампера вот но ничего у нас если чё на связи есть бухловоз с лебедкой вот но я думаю отсюда мы выберемся просто найдем чуть другую дорогу попроще для этого малыша литовато все-таки получается сап не будем сегодня поступать точно потому что до моря мы не доехали немножко уверен была бы это моя тачка я бы поехал дальше рискнул бы и на 80 процентов уверяю что не поцарапав не малинечко доехал до самого конца или нет но поскольку машинка не наши делать так нельзя мы в лютой внедорожье и не можем загонять но честно говоря из того что я уже увидел и ощутил могу сказать что удивлен удивлен реально тачка гребет и вот это ее система умного распределения до крутящего момента по осям действительно вещь вот но в целом меня тачка радует поэтому если не загонять ее по жабры в болото то для семейного отдыха вот вариант ну что друзья вывод первый напрашивается какой машина нам сегодня повезло больше чем с погодой потому что пока мы ездили похолодало солнышко уже опускается поэтому тянуть не будем но обзору быть так как я взял шапку друзья и так что мы имеем nissan x-trail nt 32 кузов это не гибридная полноприводная версия фристайли 17 года с конца 17 года машина получила обновленный в первую очередь визуал прежде всего это наглядно видно по передним фарам они стали уже хочется сказать наконец-то сегодня у нас внедорожник выглядит как внедорожник наконец-то весь зачухал я его вот но мы его обязательно помоем так что можете гадости про нас не писать а можете вот возвращаемся к визуал обновленные фары у нас зауженные относительно прошлой версии также здесь сохранена немножко даже утолщена вот эта диодная полоска которая его очень классно подчеркивает вечернее время машина смотрится вот так вот суперски с включенными ходовыми огнями изменилась также решетка радиатора это фирменная nissan галка такая же как у и power сирены у свежих нотов рестайловых в принципе немножко изменился визуал самого бампера до добавили вот такую вот хромированную вставочку ребята клиренса автомобиля по-прежнему 205 миллиметров и мне казалось это не так уж много постоянно сравниваю с фориком в 220 но сегодня мы реально заехали в те условия где я ощутил что вполне себе самодостаточный автомобиль опять же не забывайте о том что любую тачку можно еще и приподнять обновленное литье в рестайлинге также получил автомобиль 17 и 19 диски в базовых комплектациях они имеют здесь 18 почему соответственно 17 18 19 радиуса у нас может быть повязала скажу но не сам своем репертуаре это сочетание черного с хромом но для городского кроссовера это выглядит нормально стильно и даже если вспоминать о том что эта машина с топ по продажам вообще автомобили кроссовер из японии оттуда горит он не сгорел друзья со стулом все в порядке успели вовремя поднять так что не бежать он уже со мной очень много-много лет между прочим что я хотел сказать о том что многие все равно эту машину выбирают на глаз то есть самое главное для многих чтобы радовала глаз и я с этим мнением согласен потому что если машина будет удовлетворять все ваши потребности везде проезжать вмещать столько сколько нужно но она вам не нравится чисто визуально то это не ваш вариант а это реально один из самых красивых на мой взгляд кроссоверов тут я с вами согласен сбоку у нас никаких изменений нету также как и в дорестовой версии у вас доступны рейлинги на крыше могут быть могут не быть очень полезная тема если вы реально планируете использовать эту тачку по назначению для трипов для поездок и так далее у наша забиты весь багажник и если вам нужно еще больше и посадить пятерых человек то пожалуйста грузите багажник можно поставить гробик на крышу зимой доски сноуборды но вы в курсе здесь как везде вы уже успели увидеть насколько вместительный багажнику этого автомобиля поэтому сейчас мы не будем открывать хотелось бы конечно разложить сидушки надуть матрас показать как кайфово ночевать у этой тачки но я думаю выберем все-таки погодку еще потеплее более классный какой-нибудь челлендж придумаем и обязательно разложим с вами разложим диван по технической части сразу я вам скажу что ничего у нас не поменялось но для тех кто не в курсе я вам расскажу что здесь вообще есть потому что ух ты ж ничего себе шутка все то же самое что и до этого мы видели здесь самый надежный проверенный годами ниссановский мр-20 мотор такой же ставится на сиренах на кашкаях на кашкаях не знают что-то леворульная правильно что-то на богатом на дуалисах на x-trail ах уже два поколения полноценных идет мр-20 к мотору придраться не к чему это переросток qr 20 у которого были проблемы с головкой здесь все эти браки устранили все четко планформа проверенная 147 лошадиных сил выдает японские машины имеется ввиду x-trail и для внутреннего рынка японии идут только с этим мотором вы можете получить связку мр-20 с гибридной установкой на 30 киловатт можете получить без нее что классно что при установке гибридной системы да в этот автомобиль японцы не задушили двигатель поэтому у вас не будет а вместо 147 допустим там 100 лошадей и 30 киловатт здесь как 147 бензиновый также гибридный и плюс к этому еще 30 киловатт поэтому вот такая штука с левым рулем вы этого не найдете также вы можете выбрать привод либо передний либо полный как на гибридной так и на не гибридной версии поэтому что ребята из nissana дают вам выбор полностью любую из этих опций по технической платформе пожалуйста на свой вкус и цвет что мне интересно то что именно двушку японцы оставили для себя потому что если глянуть на точно такой шейк строил с левым рулем вы можете его получить на 1 и 6 дизель с механикой по моему это ну странновато честно говоря ни разу не ездил если кто гонял ребята отпишитесь каково вообще дизель 16 на механике на вот такой вот но вот таком в немаленьком автомобильчики ну интересно допустим связка есть двух с половиной литровой версии точно также вы можете брать автомат соответственно вариатор либо механику чего нету у дилеров это гибриды поэтому если хотите еще быть технологичным и экономичным просто процентов там ну что друзья хочется сказать в завершении это автомобиль можно назвать не только городским и стильным кроссовером но в то же время это реально кроссовер с нотками внедорожье сегодня эта машина лично меня шокировала и там где мы не проехали мы бы проехали если были чуть посмелее но и если не боялись а веточки вот эти машины царапать поэтому учитывая резину на которой мы сегодня двигались вот такая вещь так что помимо того что эта тачка очень красивая аристайл действительно это классно подчеркнул вы можете говорить что ваш x-trail теперь еще и очень проходим что произошло с ценами друзья когда появился рестайлинг ничего нового цены как положено поднялись порядка двух миллионов рублей вам придется отдать за не гибридную полноприводную версию хотите гибрид 2 200 и в гору все как всегда зависимости от состояния комплектации пробега ну и вы знаете кого еще можно рассмотреть из этого семейства как всегда forester который мы сегодня неоднократно упоминали mitsubishi outlander самый технологичный на сегодняшний день кроссовер с возможностью подзарядки от розетки и honda везель я бы сюда притянул не совсем он вписывается в эту семейку полутора литровая версия но тоже это компакт кроссовер считается достаточно кайфовый салон него просторный тоже симпатичная внешность ну и дальше в общем друзья помните что в японии есть выбор абсолютно для каждого и не только среди кроссовера поэтому подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки пишите обязательно комментарии и до новых встреч компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растомаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля